Добрый день! У меня была тоже, кажется, презентация. Я сегодня буду рассказывать про открытый всероссийский конкурс, который мы, фонд Дом.РФ, совместно с Минстроем России и Минпромторгом России провели в прошлом году для того, чтобы сформировать пул типовых проектов с использованием в том числе деревянных конструкций. Поручение, на самом деле, было довольно сложным, потому что типовое проектирование в ИЖС – это такая многосторонняя история, немножко получается, что есть и типовые проекты, которые уже существуют, но хотелось нам привлечь к этой работе архитекторов, известных со всей страны, и чтобы найти какую-то новую идею и освежить немного сам принцип типизации индивидуального жилустроительства. Собственно, конкурс у нас был двухэтапный, и довольно много организаций подали заявки, там почти 300, сначала они прошли все техническую, естественную экспертизу, и потом в рамках конкурсного отбора с участием большого количества экспертов и жюри мы выбрали 40 проектов. Из них 15 проектов – это были индивидуальные жилые дома с использованием деревянных конструкций, 10 проектов – это индивидуальные жилые дома с использованием иных конструкций, и 5 блокированных жилых домов, а также это самые, наверное, интересные проекты – это многоквартирные жилые дома до четырех этажей с использованием деревянных конструкций и социальные бытовые культурные объекты, а именно школа, детский сад и фельдшерский, акушерский пункт. В общем-то, для того, чтобы наши проекты после конкурса вошли, вот некоторые из них, то есть выбирали, конечно, все основываясь на концепции и архитектурном видении авторов, но после того, как официальная часть конкурса завершилась, и мы выбрали эти проекты, началась, на самом деле, самая такая интересная работа, к которой пришлось нам подойти со всех сторон, потому что, конечно, есть некоторые моменты, которые на тот момент еще сложно было учесть, например, вот фельдшерский, акушерский пункт с использованием деревянных конструкций, чтобы войти в реестр типовых проектов и вообще, чтобы попасть, скажем так, чтобы стать типовым, ему, в соответствии с нашим городкодексом, необходимо пройти государственную экспертизу. А при этом объекты площадью 130 квадратных метров, они не проходят государственную экспертизу, вот именно фельдшерские, акушерские пункты. Поэтому мы сейчас пытаемся как-то доработать его и получить положительное заключение. И в целом для всех остальных проектов тоже, для деревянных домов, многоквартирных, как вы знаете, наверное, если все работают в этой области или являются специалистами по архитектуре и домостроению, есть определенные нормы, в том числе пожарной безопасности, которые немного ограничивают именно типовое использование этих проектов. И мы сейчас, наша задача как раз пройти эту экспертизу и включить их в реестр типовых. И вообще мы, получается, в этом конкурсе присоединились к такой большой работе, которую ведет и ФАУФЦС, и Минстрой, и МЧС, и Минпромторг. И вся эта деятельность нацелена на то, чтобы упростить в дальнейшем использование этих проектов и вообще, в принципе, использование деревянных конструкций для домов не только индивидуальных, но и многоквартирных. И большая часть этих ограничений на данный момент связана с пожарной безопасностью, со стандартизацией и с получением всевозможных разрешений и сертификатов соответствия для производителей. То есть наш конкурс стал таким маленькой вишенкой на торте всей этой большой работы по типизации, стандартизации. И делается это в том числе для того, чтобы наши проекты могли получить в том числе широкое распространение. Но вот тут Илья, я думаю, дальше расскажет по поводу того, как мы планируем их применять. — Уважаемые коллеги, гости, я все-таки с вашего позволения стоя. Саш, можно? Можно тогда мою презентацию включить? Постараюсь не перегружать информацию, но тем не менее. Да, уважаемые коллеги, гости, хотел бы поговорить сегодня про экономическую составляющую в части роста спроса малоэтажного строительства именно в контексте деревянного домостроения. Тенденции к качественному предложению доступного жилья. Здесь, наверное, многие заметят в названии качественное предложение доступного жилья. Но если не противоречие, то, по крайней мере, определенную дискуссионность. Сейчас, прошу прощения. Следующий. Да. Ну, наверное, уже сейчас любая бабушка-пенсионер, любой школьник знает, что в стране больше половины жилья вводится именно в объекты индивидуального жилищного строительства. Прошлый год был в этом плане рекордный, в том числе и для отрасли деревянного домостроения. Там почти 11 миллионов квадратных метров было введено. Вы думаете, это почти 100 тысяч домов. Огромное количество, на самом деле. Тенденции этого года показывают, что, в общем-то, никакого разворота нет. Спрос огромный. Ну, действительно, возникает вопрос только в качестве тех строений, которые сейчас регистрируются. Кратко о запросе со стороны населений. Мы, как институт развития, регулярно проводим опросы фокусных групп, и в том числе в контексте предпочтений по типам жилья. И уже на протяжении последних нескольких лет убеждаемся, что запрос граждан российских семей на индивидуальные частные дома растет год от года. И если говорить сейчас, то, по последним данным, три четверти семей, российских семей, хотели бы жить в индивидуальном доме. Причем в том числе и те, которые на данный момент, вот 25 миллионов и 600 тысяч, которые живут в квартирах. Вот мы выделили зеленым цветом, видите, на инфографике сверху, как раз те самые 45, почти с половиной миллионов семей. Таким образом, запрос сформирован. Но одно дело, когда мы задаем человеку вопрос, хочешь ли ты что-то приобрести и что-то построить, и совсем другой вопрос, когда он может это сделать. Об этом чуть дальше. Если говорить про характеристики дома, то наиболее востребованным, опять-таки по нашим данным, являются дома для постоянного проживания, что крайне важно, это уже не дачные домики, это полноценные индивидуальные жилые дома, обеспеченные инфраструктурой. Обязательное требование наличия места приложения труда, не более 30 минут. То есть, действительно, для того, чтобы люди постоянно жили в загородном доме, для них должно быть близкое расположение в части их места работы. Также наличие социальных объектов. И по характеристикам два этажа от 80 до 120 квадратных метров, наиболее востребованный тип. С точки зрения материалов кирпич или деревянный. Действительно, деревянные дома, они очень востребованы. Вот здесь делаю как раз переход к той теме, о которой говорила Александра, использование типовых проектов. Мы общаемся с профессиональными подрядными застройщиками, подрядными организациями-застройщиками, предводителями домокомплектов, и знаем, что на данный момент большинство реализуемых домов, частных домов, отклоняются от первоначального проекта, то есть граждане вносят какие-либо изменения, и тем самым частный дом, который изначально заявлялся под номером, ну, таким-то проектом, он претерпевает изменения. У людей до сих пор еще существуют, ну, здесь определенные, в общем-то, и, ну, наверное, там какие-то внутренние предпосылки на индивидуальность, когда человек строит загородный дом. Это абсолютно не характерно, на самом деле, для развитых рынков ИЖС, западных, американских и так далее. И здесь крайне интересно было нам, с нашей стороны, понять, а если мы человеку предложим вот тот инструмент, о котором говорила Саша, то есть типовой проект, но который пройдет все возможные экспертизы, будет проверен с точки зрения качества, с точки зрения стандартов и, самое главное, с точки зрения стоимости строительства, ну, тем самым будет определенная верификация. В этом случае уже в три с половиной раза больше россиян готовы воспользоваться таким типовым проектом. И уже более 70, ну, там, 75% населения говорит о том, что к таким типовым проектам мы действительно относимся положительно. Во-первых, и для граждан, а с другой стороны, и для инвесторов, и для банков, которые сейчас уже предоставляют возможность построить дом, ну, в том числе, там, с помощью ипотеки. Это крайне важно, поскольку это связано с минимизацией риска строительства и более точной оценкой расходов на строительство. И, соответственно, не существует риска выхода за бюджет, что, к сожалению, для загородной недвижимости характеризуется, ну, довольно-таки частая ситуация, когда по этой причине дом просто не достраивается. Ну, и, наконец, визуализация отзыва реальных пользователей. Тот проект, который многократно тиражируется, по нему человек уже может сформировать какое-то более точное представление, непредвзятое. И здесь, вот, в продолжении развития нашего конкурса, который мы с фондом Дома РФ и с Минстроем провели в том году, мы говорим о том, что сформировался спрос на некий суперсервис. Мы его, собственно, так и назвали, суперсервис «Дома для жизни. Цифровое строительство». Это федеральная площадка в сети интернет, естественно, портал по адресу «Строем дом.РФ», где мы планируем, мы уже, собственно, начали реализовывать, ну, фактически весь потенциально мы планируем в целевой картине, этот сервис будет предоставлять гражданам, а также остальным участникам рынка, полный спектр услуг по реализации строительства частного дома. От получения персональных рекомендаций, то, что уже реализовано на сервисе, что очень важно, каталог типовых проектов, и да, там, естественно, есть все типовые проекты победителей конкурса фонда Дома РФ, а также каталог подрядчиков, профессиональных организаций, которые могут реализовать соответствующие проекты. Тем самым гражданин в одном месте может зайти, по одной ссылке «Строем дом.РФ», зайти, посмотреть, какой проект он хотел бы реализовать у себя в регионе, к какой компании ему нужно обратиться. И следующий шаг – это получение ипотечного кредита, также с помощью этого сервиса, сервиса на портале «Строем дом.РФ», так называемый ипотечный брокер, который, в принципе, всем участникам рынка тоже хорошо известен. В последующем мы планируем этот сервис наполнить также картой типовых проектов строительства в разрезе коттеджных поселков. То есть это уже будет полноценная визуализация, когда гражданин сможет не только выбрать конкретный дом, но и конкретный дом в некой локации. В любом регионе Российской Федерации, ну и, по сути, приобрести вместе с земельным участком в определенных коттеджных поселках. Также планируем обеспечить маркетплейс в части возможности заказа услуг по проектированию загородного дома, по заказу услуг кадастрового инженера и подключения инженерных сетей с помощью заключения договора с ресурсоснабжающими организациями. Портал уже работает. Первые три истории рекомендаций, каталог типовых проектов, каталог подрядчиков там уже есть. Можете зайти и проверить. Адрес очень простой «Строем дом.РФ». В дальнейшем, до конца года, мы планируем реализовать на нем тот набор услуг и сервисов, о которых я сказал. Коттеджные поселки, ипотечный брокер, собственно, подключение кадастровых инженеров и ресурсоснабжающих организаций. Тоже сейчас заключаются соответствующие соглашения. Собственно, основная задача, помимо удобства в этом сервисе для граждан, также и формирование прозрачного рынка. Поскольку сейчас частное домостроение в основном характеризуется разрозненностью, а здесь мы видим в одном месте всех профессиональных участников, начиная от подрядчиков, проектировщиков, заканчивая застройщиками и продавцами земельных участков в коттеджных поселках. Благодаря этому все проекты, которые в нем реализованы, возможно приобрести в ипотеку крупнейших банков. В первую очередь банк Дом.РФ, Сбербанк, ВТБ, также Россельхоз и другие кредиторы, с которыми мы ведем переговоры. И здесь немножко инфографики, на чем хотел бы остановиться. До сих пор мы видим, тоже опять-таки по вопросам населения и застройщиков, что далеко не все знают о том, что на сегодняшний день построить частный дом можно по льготным ипотечным программам, по ставке от 5,1% годовых в рамках семейной ипотеки, от 8,1% по льготной ипотеке, и даже с 1 июня возможно построить частный дом самостоятельно, ну то есть так называемым хозяйственным способом, не обращаясь к профессиональному подрядчику. Это когда клиент приходит, выбирает какой-то проект и реализует его своими силами. Также сейчас доступна льготная ипотека по ставке от 9%. Чуть ниже, обратите внимание, зеленым цветом выделен объем ипотечных кредитов на ИЖС. Это единственный сегмент ипотечного кредитования, который в этом году рос. Если в сегменте многоквартирного домостроения, ну собственно квартиры, снижение там было трех-четырехкратное, то ипотечных кредитов на ИЖС уже выдано больше, чем за весь прошлый год, в том числе и благодаря этим льготным программам. Это что касательно ипотеки. Ну и в заключение, да, кратко хотелось бы сказать, что безусловно, когда мы говорим о массовом спросе на качественное жилье, нужно говорить не только о конкретных проектах индивидуальных домов, но также и о развитии комфортной среды. Это можно сделать только при условии комплексного освоения, которое в целом с этого года стало возможным благодаря внедрению, изменению в закон 214 ФЗ. И сейчас можно строить малоэтажные жилые коттеджные поселки по тем же самым нормам, что и многоквартирные дома в рамках долевого строительства. В принципе, все, коллеги. Спасибо. Я хотел бы говорить об промышленном производстве домов. На представленном диаграмме видно, какой сейчас рынок, собственно говоря, вводится жилье. Слева данные, это усоединенные данные за 5 лет, мы видим, что процент деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства – порядка 10%. А в ИЖС – порядка 23%. Собственно говоря, сейчас насчитывается больше 60 производств в 21 субъекте Российской Федерации и приблизительно их мощность 1,8 миллиарда квадратных метров в год. Вот условно приблизительные цифры, поскольку все проекты разные и, соответственно, могут производить различные дома и по различным технологиям. Но по-прежнему большая часть деревянных домов, которые строятся, это дома, которые строятся населением самостоятельным без покупки его на заводе. Собственно говоря, заводы производят у нас по двум большим… Все технологии деревянного состояния можно разделить на две большие структуры. Это высокая заводская готовность домокомплекта, который уходит из-за холода, и низкая. Низкая – это традиционное использование традиционных строительств. Это цилиндрованное бревно, брус, каркасные технологии. Как правило, этим занимаются представители МСП, малый и средний бизнес, или бригады, которые самостоятельно работают. Новосоская заводская готовность производится на заводах. Это, как правило, высокотехнологичное производство. И хотел бы показать некоторые примеры, которые наиболее высокотехнологичные, современные. Вот завод, который работает по панели казахстанной технологии в городе Казани. Производство максимально роботизировано, минимальное количество ручного труда. Все загружено в компьютеры, и, соответственно говоря, панели производятся на автоматическом оборудовании. С завода выходит панель, оснащенная окнами, грузится на еврофуру и доставляется на строительную правосчатку, где, собственно говоря, все это и собирается. Также вторая технология, МХМ, представляет собой плиты, сбитые гвоздями из перекрестно расположенных досок. Хороший завод работает в Емолонейском автономном округе, соответственно, тоже у них стоит оборудование, которое все это сшивает. С завода выходят такие же панели и собираются на строительные площадки. И также в 2020 году у нас в России запущено два современных завода с новым материалом. Это CLT-панели, представляя собой перекрестные клееные доски. С завода также выходит панель с проемом под окна двери. В городе Сокол уже силами завода, соответственно, возводится четыре дома для рабочих завода. Такой же завод, но большей мощности запущен в Ленинградской области, поставлен на оборудование. У него мощность гораздо больше. Продукция аналогична. Собственно говоря, CLT-панели – это наиболее современный материал для деревянного домостроения, который позволяет в том числе строить высотные здания. Вот используем CLT-панели, построенная многоэтажка в Норвегии. Многофункциональное здание, где в несущей конструкции используем CLT-панели. Спасибо. Тогда передаю слово Елене Сергеевне. Поскольку все кратко, потом будут вопросы. Ой, а я не кратко. Илюша, господа, я вижу многих, с кем мы мигрируем. Из Вологды в Подмосковье. Из Подмосковья вы нас еще в Казань не звали. Люди, которые больны по-хорошему. Идеи красивой России. Красивой. И я сегодня буду говорить, а я знаю, что вот скажешь полтора года назад, а Илья Иванов потом все-таки достучится до кого-нибудь. И уже есть волшебное слово КРТ. Все знают, что это такое. Комплексное развитие территории, которое включает в себя экономику, социальные аспекты и еще одно слово. Экология. Зачем мы едем в индивидуальный дом? Скажите, пожалуйста. Мы едем из бетонных джунглей, чтобы оказаться вот так вот на природе. А где эти перечикулки-то? На природе оказаться. Мы даже готовы так оказаться. А теперь представим себе. Илья, 41% мы должны индивидуалки построить. Представим себе территориальность малоэтажки в виде 41% жителей, которые из 25 этажа переезжают в 12-15, лучше 25 соток. Какие это территории? Никита Стасишин говорит, что индивидуальное строительство позволит раскрыть потенциал частного домостроения. Потенциал частного домостроения на вторую свою половину, при всем при том, что пять лет назад, когда мы устраивали первый в стране тихий семинар по малоэтажной застройке журналом технологии строительства, нам говорили, а вы не боитесь, девочки? Прошло пять лет, сказка. У нас появились заводы, у нас появился фонд развития РЖС, у нас, вернее, ИЖС, извиняюсь, это не Броверман, не Броверман. Но, между прочим, он был второй после Николаевой. И куда-то проекты его все делились, шикарные они все экспертизы прошли. У нас появилась ипотека льготная на индивидуальное жилье. Илья, спасибо вам большое, вы делаете гигантское дело. Но что меня побудило приехать сюда сегодня и опять увидеть, в общем, приятно мне видеть знакомых и друзей, то, что помимо типовых проектов, это вообще большой вопрос, типовой или индустриальный, это разные вещи. Меня насторожило создание каталога типовых поселков. Этого не может быть, если КРТ подразумевает экономику, социальные вопросы и экологию. Этого не может быть. В нашей стране сколько климатических поясов? Четыре. С подклиматическими. Сколько видов социального обустройства участков? Вы ездили по Краснодарскому краю? А потом, а вы, 12 соток не катит, 25, а то 30, потому что помидоры, вынаград, и они так живут, все время там живут они. Вы ездили на север, в Архангельскую область? Илюша, ты не видел самое страшное. Да, 60 соток, 30-40 картошка. Люди жить должны. При этом на юге одни климатические условия, одни требования к жилью, а на севере, пардон, совсем другие. Это только первый шажочек, да? Что мы утратили? За почти 100 лет типового массового строительства мы утратили полностью культуру малоэтажного жилья. Для нас малоэтажное жилье, мы смотрим на типовые проекты, да? Это такой парафраз квартиры, чуть-чуть побольше. Ну вот просто квартира, посаженная на 12 соток. Этого тоже не может быть. Недаром люди, покупая типовой проект, считая, что там Илюша им даст ипотеку, они купят типовой проект, потом найдут заводец и начнут подковывать плоху. То есть из этого дома делать тот дом, в котором они хотят жить, в котором им удобно жить. Илюш, мы продолжаем. Череповец. Московский архитектурный институт, силами студентов, подготовил 7 проектов на 45 гектаров в первой территории. И недели через две мы поедем к местным властям, будем рассказывать, что мы видим и что мы придумали для... Не хорошее слово, мультиформатный. Но это их, не маркетологов. для широкого спектра типологического малоэтажной застройки, которую с нашей помощью передумал Череповец. Они все передумали, они теперь вот это вот не хотят, вот то, что вот там в горошек по 12 соток. Они теперь хотят, да, жить как люди. Девелопмент. Наша боль. Причем боль наша пространственная, ребята. Я не знаю, я бы очень хотела, чтобы Союз архитекторов тоже участвовал в программах Дома РФ на начальных этапах, потому что мы понимаем, что такое пространство и как с ним работать. Мы понимаем, что надо сделать, чтобы такого не было. Мы недорогие, мы иногда за идеей работаем. Вот это третье Э в КРТ. Экологичность. Это такое же качество индивидуального жилья, как стены, участок, площадь и нормы. А в чем оно выражается? Что это такое? Давайте посмотрим на участки и поселки Подмосковья. Далеко не будем ездить. Значит, Рублевку, когда мне было 5 лет, мы 7 лет жили на Рублевке, на даче. Мы купались в Москварике, мы собирали белые грибы в лесу, рядом с Успенским. Прям вот понимаете? Когда выросла моя дочь, мы решили с мужем проехаться по местам боевой славы, я не могла найти площадку, на которой мы играли в баскетбол. Заборы сплошные. Ришку тоже уже всю унавозили, да? Где эта природа, понимаете, что может оказаться так, если не заниматься вопросами градостроительства, то та природа, на которую рвутся люди, она просто, она исчезнет, ее не будет. И в связи с этим я хочу сказать, что вопросы индивидуального жилищного строительства тесно связаны с архитектурно-пространственным экологическим планированием природных ресурсов, которые будут потреблять территории малоэтажной застройки. Как говорит Чугуевская, не надо представлять, все начинается с генплана, действительно так. Когда мы с Череповцом стали разбираться, что там у них происходит, сейчас я даже от, ой, пардон, а как отмотать назад? Хочу назад. Ну, ну, а как назад? Нет, надо, надо показать. Вот мы тут мотаем назад, назад. Смотрите, что оказывается. Если подходить по уму, по западным стандартам, да, то получается так. Вот красные территории, залиты такой красочкой, это те территории, которые Череповец предполагает отвести под индивидуальную застройку. Вы видите, что там значит дорога, газ, и все. У местных властей нет денег, чтобы изменить СТП сельского поселения, чтобы спланировать эту территорию по-человечески. По-человечески это значит на экологических принципах, потому экономические и социальные они как бы идут вслед, да, и это же так везде. Мастер-план таинственный при типовом подходе не решит ничего. Это таинственное непонятное слово, оно как бы ничего не даст нам. мы можем сделать 700 гектаров в ППТ совершенно спокойно, но смотрите, что получается. Получается, что индивидуальная застройка будет держаться на двух уровнях иначе все пригородные зоны городов вымрут. Просто это будет вот это гетто, которое в 30-х годах, которым наелось США, да, и о которых вон Глазычев «Город без границ» писал книжечку, почитайте. Уже все сказано давно. Поэтому мы считаем так, архитекторы, что пригородные территории и ландшафты нужно признать юридически как важнейший компонент условий жизни населения. Ни газопровод, ни транспорт, ни насосная станция и вода это само собой. Пригородные ландшафты надо наконец разработать и считать, что в программе развития индивидуального жилья должен быть раздел городостроительной политики. Городостроительной политики, которая будет направлена на охрану ландшафтов, пригородов, их планирование, не только планирование, управление путем принятия стратегий градоэкологического развития регионов. Управление ландшафтами это не только планирование, это мониторинг, это контроль и я не знаю, реновация их, да, и это не только новые территории, это стратегия политика сосуществования новых территорий и существующих пригородах, иногда очень часто, исторических населенных пунктов. Опять же, в мире уже все придумали, как это сделать, да, но есть большая разница, чем отличается Россия от Запада. В западных странах, в Европе предположим, да, территории все кадастрированы и места уже нет, поэтому у них там урбанистика всякая, там реновации и прочие радости. У нас страна непаханая, мы выезжаем за 100 километров от Москвы, да, вон на АКУ. Территорий полно, полно территорий. И те инструменты, которыми оперирует Запад, развивая малоэтажную застройку, до сих пор дизайн кода, это коротко сказано, кодексы пространственного планирования это называется. зацепленные на Западе за существующую историческую культурную среду. А мы за что будем цепляться? А у нас один выход экологически, планировочное кодирование. Что оно в себя, ну, здесь вот пример дизайн кода исторической территории, да, ну, вот, не знаю, если хотите, я отдельно могу долго рассказывать, небольшая долга это этот инструмент, но он очень полезный и возможно он может показать альтернативу типовому проектированию поселков, но этого, понимаете, этого быть не должно, этого быть не, могут быть типовые элементы, да, связанные с транспортом, который мы плохо умеем проектировать, связанные там, я не знаю, с какими-то детскими спортивными площадками, еще чем-то, да, связанные с общественными местами, возможно, но типовой генеральный план быть не может, потому что земля везде разная, природа разная, климат разный, ценности окружающей среды разные, исторические культурные особенности социальные разные, не может быть одного, природно-исторический ландшафт, вот смотрите, какие красивые были русские деревни, чем мы хуже сейчас, почему мы делаем некрасиво, типово и в клеточку, потому что мы забыли, что такое мать природа, и она нам не простит, если мы не будем ее учитывать в проектировании, не простит мать природа. Пространственные формы застройки, собственно, то, что можно положить в понимаемый бюрократами раздел коды малоэтажного проектирования. В принципе, тоже можно сделать, потому что на самом деле вопросов много. Типовое проектирование, я заканчиваю, типовое проектирование коттеджей не учитывает обращенность здания на участке, его привязку к красной линии или нет, наличие переходных холодных зон неотапливаемых, третий, там, второй и первый климатический район, куда без них, без них жить, там невозможно в этих типовых домах, которые, пардон, извините, но так есть. Вас надо на север свозить осенью. Да. Ну и, собственно говоря, пространственные приемы и архитектура, конечно, архитектура, я знаю пока, ну вот, два или три удачных проекта, смотрите, это вот вам не интересно, архитекторам интересно, Кензо Танге смог создать современный японский стиль в архитектуре. Сейчас стоит задача перед русскими архитекторами не поднять весь мир в конструктивизм и деконструктивизм, ведь все питаются, сто лет питаются нашими мыслями, да, нам сейчас нужно вернуться к себе понять, кто мы. А поймем кто мы только тогда, когда мы поймем, как друг к другу обращаться, Илья у меня сударь или господин, ну не товарищ, и когда мы нащупаем современный русский стиль жилья. Ну, собственно говоря, поэтому я ну да, транспортно-пешеходная сеть, там вообще конь не валялся, я специально не показываю, а вот картинка, да, вот типовая, да, вот это у нас зимой, а вот это у нас летом, да, стыдно, стыдно такой стране вот так проектировать, ребят. А главный генплан это 30-е годы. В Советском Союзе мы умели проектировать красоты невероятной поселки рабочие, невероятной красоты, но почему мы сейчас все делаем в клеточку, я не понимаю. Спасибо. Дорогие коллеги, у нас есть немножко времени для небольшой дискуссии, позвольте мне вклиниться в эту идею. я хотела спросить всех присутствующих спикеров, как вам кажется, что вырисовывается из поднимаемых вот сегодня в первый день вопросов. Например, нам, я сейчас от лица Союза архитекторов говорю, нам кажется, что стоит соединять усилия, и, наверное, это стоит делать, может быть, чуть-чуть более эффективно, чем это делалось в Советском Союзе, потому что это было в тот момент по некоторой такой сверху-вниз траектории. Сейчас у нас есть, по-моему, замечательная возможность делать это по горизонтали и соединять усилия различных профессиональных сообществ. Вот мы сегодня здесь все присутствуем, здесь есть практикующий, архитектор, здесь есть аналитик, здесь есть экономисты, здесь есть все-все-все специалисты, которые могут помочь развивать национальную архитектуру на новый лад или, может быть, с сохранением. Но вот нам, архитекторам, кажется, что стоит соединять усилия. И мы со своей стороны, вот мы придумали замечательный форум, мы тоже провели конкурс, и я надеюсь, у Александра у вас будет возможность тоже с ним познакомиться, и я вам расскажу немножко о нем, это конкурс концепции, и завтра будет торжественная церемония награждения победителей этого конкурса. Мы посчитали, мы это мэтры деревянного российского домостроения, Татан Кузимбаев, Николай Белоусов, Александр Леонов, Семен Гоглев, в общем, это абсолютные лидеры в этой отрасли, всемирно признанные, мы посчитали, что надо дать возможность совсем молодым ребятам просто помечтать, для начала профессионально помечтать о том, как они видят образцовый, деревянный русский дом. Вы провели замечательный конкурс, и вы решали немножко другую задачу, но тоже очень важную. Ну, в общем, мы со своей стороны, как архитекторы, готовы трудиться, лишь бы было понятно, в каком направлении двигаться. Квадратно-гнездовым никому не интересно, кроме таблицы Excel, это понятно, но, наверное, экономический аспект тоже нужен. А как вам кажется, какой вызов перед нами всеми сейчас стоит, и что мы можем для этого сделать? Ну, наверное, по очереди. Лена Сергеевна, мы в конце попросим ответить. Григорий, может, вы скажете, как вам кажется, куда стоит двигаться? Первое, что нам надо сделать, это преодолеть стереотип, что деревянный дом, это, во-первых, дача, построенная с непонятно чего, каким-то понятным способом, а показать, что есть современные технологии, современные решения, в том числе и пространственные, что деревянный дом, это качественный продукт, который отвечает всем требованиям, в том числе экологии, собственно, и в визуальном стиле, несомненно. Понятно, и как вам кажется, вот производство, комплекс производства российского, как может в этом поучаствовать? Что это? Разработка каких-то рекомендаций, это какие-то обучающие программы, как вступать в диалог? Производству нужны типовые, как ни странно, типовые конструктивные решения, на самом деле. Не обязательно, чтобы дома все были одинаковые, но тем не менее узлы соединения и конструктивные элементы желательно унифицировать. Спасибо. Александра, как вам кажется? Что сделать, чтобы прийти к какому-то максимальному результату? Мне кажется, что, в принципе, диалог уже давно продолжается. Если говорить, мне вот мысль про то, что нужно обязательно всем по 25 соток или 60 нарезать, кажется, не очень применима, потому что Елена говорила много. Даже если тем людям, которые хотят только, то есть мы понимаем, что их больше 50 процентов, если могут из них половина, ну или 20 процентов, то это все равно уже достаточно большое количество людей и понимаешь, что да, впереди поле непаханное, а вот сетей нет. Поэтому мне кажется, что тут вопрос такой, как бы сделать это достаточно компактным на самом деле. И мне кажется, что история русской деревни, они достаточно компактные, ну по крайней мере такая структура добрососедства должна присутствовать. И по поводу дизайн-кода и типизации, конечно, понятно, что там 40 типовых проектов не решат проблему, мы просто хотим как бы положить начало этому сбору, так скажем, проверенных проектов и их какой-то верификации для того, чтобы можно было облегчить именно экономическое там, не знаю, бремя и составляющие этого, и как раз то, о чем говорил Илья, чтобы снизить процентную ставку по ипотеке. Спасибо. Ну, вам не кажется, что стоит в этом смысле соединить действительно усилия с профессиональными сообществами, в том числе с профессиональным сообществом архитекторов и как-то попробовать, может быть, критерии выработать вместе для украшения этой типизации не только с точки зрения фасадов зданий или планировок, но и в том числе вот это объемно-пространственное решение. Может, попробуем соединить усилия? Ну, мне кажется, каждый проект индивидуальный, то есть, да, в клеточку уже никто не делает давно и, собственно, генплан, мастерплан, концепция застройки, каждый решает задачу индивидуально в зависимости от участка, поэтому тут, конечно, архитекторы работают и мы в это уже не вмешиваемся. По поводу экологии хочу сказать, что идею мы это поддерживаем и вот сейчас Дом.РФ разрабатывает отдельный ГОСТ на, ну, точнее, как это такая система тоже некой сертификации для объектов индивидуального жилустроительства, которая затрагивает не только, собственно, строение и сам дом, но и территорию вокруг него, то есть, и весь поселок, и материалы, и способы, там, обращения с отходами и так далее. То есть, в этом направлении мы, конечно, тоже думаем. Спасибо. Илья Сергеевич. Это зеленый ГОСТ, о котором сказал Александр, да, немножко дополнил. Ну, попробую сказать так, чтобы уважаемая Елена Сергеевна меня не разнесла в пух и прах в конце. Конечно, когда мы говорим о типизации, мы не предполагаем какое-то убогое однообразие. Да, здесь, на самом деле, бесконечная почва для кооперации архитекторов, проектировщиков, финансистов и так далее. Я, может быть, неправильно звучал, да, тогда внесу все-таки ясность. Да, когда я говорил о нашем суперсервисе, цифровой платформе, на нем уже сейчас там порядка 200 с лишним проектов от более, по-моему, 70 подрядных организаций. Мы его постоянно наполняем и планируем наполнять те 25 проектов индивидуальных домов, которые Александр с коллегами отобрали в рамках конкурса фонда ДУРМ. ДУРМ там, конечно, есть, да, но ими все исчерпываться не будет. А если говорить про типовые поселки, речь шла не о типовом поселке, в обычном понимании. Конечно, поселки все разные. Они действительно учитывают, должны учитывать и климатическую зону, и экологическую составляющую. И более того, на примере стандарта, который уже есть, который уже утвержден стандарт комплексного развития территории, который фонд ДОМ-РФ разрабатывал там совместно с КБ «Стрелка», с Минстроем, там как раз и речь идет о том, что нет жестких критериев. Есть рекомендации с точки зрения того, как наиболее эффективно, наиболее красиво использовать ту или иную территорию. И уже на основании этого стандарта, в рамках него необходимо разрабатывать там мастер-планы и так далее, которые, безусловно, все будут уникальны. А суперсервис, который реализует ДОМ-РФ, это, по сути, просто витрина. Давайте ее именно так воспринимать. Это как витрина, маркетплейс, куда придет гражданин и не тратя там несколько, я не знаю, там недель на то, чтобы найти поселок, в котором он хочет построить дом, а потом еще несколько недель, чтобы выбрать проект и заказать его у кого-то подрядчику, он может будет это все сделать в одном месте, в том числе и подобрать уже какие-то конкретные реализуемые поселки. Не типовые, да, они, безусловно, тут как раз вся прелесть в их многообразии. Поэтому, нет, безусловно, финансовые институты, такие как ДОМ-РФ, Союз архитекторов, Союз проектировщиков, там фонд ДОМ-РФ уважаемый, там и ведомство на уровне Минпромторга, Минстроя, сейчас как раз отличное время для кооперации, поскольку запрос как будто бы стал трансформироваться, запрос населения, он всегда был на самом деле, он всегда был на загородное жилье, на деревянное в том числе, но сейчас он как будто бы стал трансформироваться в какую-то качественную историю, ну, во-первых, предложение, вот благодаря уважаемым, да, там Татану, Кузинбаеву, Семену Гоглю и прочим, да, Мэтром, оно действительно улучшается и сейчас оно становится доступней во многом благодаря ипотечным программам, да, тоже, простите, я буду о своем, о своих баранах, да, но все-таки под 5% годовых на 30 лет это что-то более реалистичное, чем было раньше, да, попробуй еще квартиру по такой ставке сейчас найди, так что... Спасибо большое, Елена Сергеевна, ну скажите, что нам вы порекомендуете сделать для того, чтобы соединить все усилия? Чаще встречаться. Может, есть какие-то вопросы в зале, кто-то хотел бы задать какой-нибудь вопрос? Всем здравствуйте, спасибо за такое мероприятие, Александра, у меня к вам вопрос. Провели конкурс, сказали, что не будете ограничиваться на 40 проектах, которые стали победителями. Как планируете наполнять линейку домов? Будут ли это очередные конкурсы ежегодные, либо какие-то другие методы? Ну, на самом деле, реестр типовых проектов, его, так скажем, держателем является Минстрой России, и они планируют его пополнять. Сейчас как раз утверждают, там, документы для того, которые будут регулировать и нормировать этот процесс, кто будет добавлять. Но вообще всегда все происходит по инициативе, мне кажется, проектировщика. И вот Илья упомянул, суперсервис, на котором уже гораздо больше проектов, и туда проекты добавляют сами проектировщики. Да, все правильно. Немножко дополню. Да, действительно, история с конкурсом, она была как некий такой пробный камень, который показал, с одной стороны, и заинтересованность рынка, востребованность, в том числе, в отличных архитектурных и проектировочных решениях, которые, в общем-то, стали победителями, но там и в каком-то плане обозначил проблематику с точки зрения бюрократии и так далее. Здесь, конечно, идея в том, что не сильно усложняет историю, но хотелось бы получать действительно пополняемый каталог. Он, безусловно, будет вестись на стороне Минстроя, и сейчас, как правильно сказал Александр, разрабатывается нормативная документация под это дело. Мы надеемся, что это будет все-таки какая-то живая история для того, чтобы по инициативе самих как раз проектировщиков либо производителей данный реестр мог наполняться, проходя какие-то определенные процедуры, назовем их так, верификации, не хочется упираться именно в экспертизу, и в дальнейшем, конечно, этих проектов будет более 40. Напомню, из этих 40 25 и ЖС, но также там и многоквартирные дома тоже есть. Я вас правильно понимаю, что любая компания, ну не любая, да, соответствующая требованиям, компания, которая занимается строительством индивидуальных живых домов, она может подать заявку на размещение своего проекта и, пройдя какой-то отбор, разместиться на вашей платформе. С точки зрения платформы Дом.РФ, строим Дом.РФ, да, безусловно, там никакую госэкспертизу вы не проходите, вы заявляетесь, вас смотрят наши службы, вас смотрят банки, для того, чтобы потенциально аккредитовать ваш проект, но там критерии, конечно, не сопоставимы с главой госэкспертизы, да, там это все в течение там нескольких дней реализуется, так что да, приглашаем туда. Спасибо большое за ответ. У меня не вопрос, у меня пожелание. Вот тут много раз повторялось слово нормирование, вот мы исходим из своего опыта, не маленького, большого, результат у нас хороший, лучше Европы умный, значит, мы тоже не совсем уж отсталые, даже чуть-чуть получше. Вот пожелать, чтобы это нормирование носило такую формальную, скажем, немножко устаревшую историю, подойти к этому надо творчески. При нормальном нормировании архитектор будет без претензий, наоборот, раскрывает свои возможности и учитывается абсолютно все, и экология, и ландшафт, и т.д., и т.д., и т.п. Как пример, вот, например, мы в своих нормативах ввели краткую характеристику, тут качество древесины переменяемое, это цезий-138, всем для сведения, если вы что-то для себя строите, учтите, там определенный уровень должен быть не выше. Плюс различные там дерево-композиты, в которых много химии, тоже не очень полезно. Это я не в смысле там рекламы какой-то, а просьба, подойдите, творческий норматив можно сделать очень-очень полезно. И наоборот. Вот дай бог, чтобы у вас получилось все в самую лучшую сторону. С искренними пожеланиями. Коллеги, спасибо огромное за то, что вы нашли время приехать. Вот мы считаем очень правильным эту площадку, потому что здесь как раз сочетание сложившейся истории, памяти об ушедших эпохах абсолютно достойно себя показавших архитекторах, строителях и, в общем-то, хозяйственниках, потому что дворянская усадьба это, наверное, наивысший пример, наилучший пример комплексного развития территории от и до на всех этапах. И посмотрите, 21 век, она все еще с нами и все еще радует нас. И даже если она нуждается в реставрации, есть что реставрировать. Очень бы хотелось, чтобы от наших разговоров и наших проектов оставались не только минималистичные, быстровозводимые, легко мобильные, немного ленивые проекты, но и все-таки что-то такое, что дало бы пищу последующим поколениям для осознания идентичности России, ее архитектуры и эстетики. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!